Привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с ними в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat X Mobile. Сегодня мы пройдем испытания на Sony Blade из Combat Cup уже на высоком уровне сложности. Давайте потихонечку начинать. Первая башня у нас только бронза, поэтому мы сейчас поставим себе фильтр на бронзу, поставим себе Монаха, Линь Куя и Джонни Кейджа, Ниндзя Мима в качестве основных бойцов и первые два боя сыграем вот за такую взвод. Потом уже заменим основного бойца на ОНИ и добавим ему каких-нибудь спецназовцев в отряд, чтобы они помогали ему справляться с противником. Давайте по-быстренькому от них избавимся. Минус первый, дальше идет Кесси. Ну, смотрите-ка, они не такие жесткие, я думал, они будут гораздо... Хотя, блин, вот через блок, конечно, очень больно. Не очень больно, точнее, наоборот, их бить. Ну, по крайней мере, без блока одного комбо хватает, чтобы вынести бронзу пока что. Но это только пока что. Я думаю, после того, как мы пройдем с вами первые несколько боев, уже будет посложнее, мы уже бронзу выносить с одного комбо не сможем уж точно. Хотя там ОНИ у ОНИ на тысячу атаки побольше примерно, поэтому фиг его знает. Может быть и сможем все еще. Также ждет нас босс, и у босса выйдет очень много здоровья. Мне кажется, порядка двухста тысяч минимум. А, скорее всего, еще больше, то есть порядка двухста шестидесяти. Так, ну, с серебряными персонажами мы можем справляться с помощью первого спецприема, потому что он у нас, в принципе, нормальный урон наносит. Так, минус солдат. Музыка так что-то играет вообще очень громко. Давайте я сделаю чуть-чуть хотя бы потише. Well done. Монах у нас справился, а мы идем дальше. Надо только заменить отряд, как я и говорил, поставим ОНИ, ну и пару спецназовцев. Так, подождите, можно мне по атаке сортировку, чтобы я спецназовцев поставил, да, вот сюда вот. Все, погнали в бой. Остальные десять матчей мы сыграем как раз-таки с вами вот за такую команду. Должно быть, в принципе, норм. Ну, мне так кажется. Солдат, здорово. Блин, жирная достаточно. Через блок-то не так-то легко их пробить. Так, ну с Джеки мы разберемся с помощью первого спецприема. Пять тысяч урона, в принципе, и хватило, чтобы вынестись. Ну и минус сержант. Благо, он не устал меня атаковать в ответ, не знаю уж почему. Не очень умные противники. Давайте еще потише. Прям орет, орет прям жестко очень. Мне кажется. Возможно, у меня просто глюки, конечно. Музыка такая, знаете, напряженная. Так, сержант, сержант. Давай-ка ты по-быстренькому отлетишь. Так, сейчас он ударит, поэтому блок поставлю. О! Джакс у нас под удар подставился. Им не запрещают использовать первый спецприем. Вот это может быть проблематично слегка. Удлиняю, так сказать, бой мне с противником. Сейчас первый пойдет. Да-да-да, вот это вот начинается. И смотрите-ка, они уже даже наносят некоторый урон. Давайте я просто убью солдата, я не знаю. Стоило, может, на Джакса оставить, но у солдата уже почти накоплен первый спецприем, а у Джакса еще долго копить, поэтому Джакс-то не успеет накопить, а вот солдат-то могла. Ну добивай, что ты ждешь. Жирный очень. Противники, особенно Джакс, он и так сам по себе жирный, так еще и в этой башне он очень жирный оказался. Получаем немножечко монеты, идем дальше. Это, по сути, только четвертый бой. Вы представляете, что нас ждет на последних стадиях этой башни? Это будет жестко. Я не говорю уже о других башнях вообще. Так, солдат. Минус сразу же с одного комбо. Вот это я понимаю, вот так и должно быть всегда. Блин, не успел заблокировать последний удар, а он успел. Ну ладно, выносим его. У нас осталось Кесси добить. Я думаю, в принципе, должно хватить урона. Да, даже несмотря на то, что я не попал ровно в серединку, чуть-чуть где-то там около, мне хватило урона. Идем дальше, сержант-солдат Сонья Блэйд. Ну, пока идет неплохо, на самом деле. Я думал, будет сложнее идти. То есть, бронзовые персонажи, я думал, не будут умирать с одного, с двух комбо. Хотя, блин, вот смотрите. Они стали ставить блоки, и теперь они не подыхают. Так, все, минус ты. Дальше идет Сонька. Мне бы ее первым спецприемом забить. Если она позволит себя ударить, конечно, вообще. Да, позволила. А значит, умерла. Ну и осталось забить сержанта. Ну, мне не понадобится спецприем, я обычными ударами ее убью. Отлично, 700 монет, а мы идем дальше. Следующий бой против солдата, против сержанта и против Джеки Брикс. В этом испытании у нас, в основном, выступают против нас одни спецназовцы. Я думаю, в испытании с Джонни Кейджем будет примерно так же. Мне так кажется. Так, солдат. Давай ты быстренько сольешься. Ай, как больно-то. Минус солдат, дальше сержанта забиваем. Че ж вы все блоки-то ставите? Че вы такие противные-то? Дайте я первый спецприем использую, добью. Я еще один накоплю, так что ничего страшного. Фук, слава богу, она не использовала добивающий удар, который оглушает еще. А то бы она сейчас оглушила, а потом бы использовала первый спецприем. Он тоже, по-моему, оглушение какое-то накидывает или что-то вроде того. И было бы вообще не очень. Сержант, солдат и Кесси у нас противники. Но здесь уже, по крайней мере, с четвертой башни будут у нас золотые персонажи. Ну, должны быть, по крайней мере, золотые персонажи у противника. А это значит, что проходить будет интереснее именно уже с четвертой башни. А я не с пятой. Так, первый пошел. Поэтому будем страдать еще с четвертой. Так, здесь блок. Нифига себе у него здоровье так-то. Мне бы побыстрее снести ее. Потому что мне урон наносится в моей команде. Ну, это изи. Пока что не чувствую противника. То есть, идем достаточно легко. Я уже начинаю привыкать к Они. Я скоро буду за него играть чисто в воинах фракций. Если так дальше пойдет. Потому что Они действительно неплохой персонаж. Если его еще и усилить каким-нибудь, знаете... Как его зовут-то, блин? Монахом из Шаолине, Кун Лао, да? То он получит плюс 300 или плюс 400, там что ли, процентов к здоровью и атаке. И всем другим показателям. Станет действительно неплохим персонажем. Так, давай-ка мы первый используем. Нифига себе, она еще и выжила. Мало того, что выжила, так еще и убежала. Так, сержант. Давай ты не будешь вот это вот делать. Пожалуйста, не ударяй. Спасибо. Дайте еще раз первый, потому что у нее тоже первый. Потому что она-то не применит им воспользоваться. Сейчас первый пойдет на нас. Но это не страшно, мы заблокировали его. Просто добьем противника и все. Изивим. Тысячу получаем и идем дальше. Следующий бой против Джеки Брик, сержанта и солдата. Но самое сложное, это будет у нас пройти именно первые три башни. Дальше будет гораздо проще, потому что там у меня более сильные персонажи. И более легкие башни, мне кажется, будут. Так, заблокируем. Снова пошло комбо. Видите, я попытаюсь ее поймать, да, во время ударов. Так, дальше остался сержант и солдат. Но это ези. Я даже использую спецприем, хотя может и не стоило, потому что лучше бы на солдата оставил, ее бы убил с одного удара. А так она сейчас меня ударит и еще и первый спецприем на мне использует. Но я тоже первый использую, не буду сейчас снова ставить блок, потому что она опять может нанести мне комбинацию. Следующий бой против солдата, против сержанта и против Кэсси. Но благо спецназовцев достаточно в серебряных и бронзовых вариациях, то есть их нормально так. Поэтому бои не совсем уж однообразные, но хотелось бы, конечно, более разнообразной набор противников. Где, допустим, тот же Джакс Брикс Фермер? Почему он не встречается здесь? Почему здесь не встречается часто Джакс? Почему все время идут эти вот... Хотя это только первая башня, опять же. Тут бронза по большей части. Ух ты жирная-то какая. Добьешь? Молодец. Крит вылетел, повезло. Если бы Крит не вылетел, вряд ли бы добили. Она бы еще на мне удар сделала и спецприем. Ну и последний бой, сержант, солдаты, Соня Блейд. Урон от спецприемов понижен или что? Ну не страшно на самом деле. Хотя фиг его знает, насколько он понижен вообще. Или там не понижен, может быть, отражен. Да ты умрешь или нет когда-нибудь, господи. Что-то такой жесткий-то. Давайте я от солдата избавлюсь. Это она сейчас тоже убежит. Еще и первый... А! Отражается урон от спецприема. Все понял. Понял, принял, как говорится. Давайте попытаемся еще раз. Да, в этот раз повезло. В этот раз не отразился урон. Но, блин, как же больно-то, а? Вот смотрите, я себе уже снес 75% здоровья. Вот это жесткий бой на самом деле. То есть, несмотря на то, что у меня на максимум вкачан 60 уровень, 10-е слияние, как бы, персонажи все прокачаны на максимум. Насколько это возможно, все карточки поддержки вкачаны. Тем не менее, я еле-еле прошел последний бой. Ладно. У нас вторая башня, только серебряные и бронзовые персонажи. Жесткое испытание. Серебро и бронза. Ну, я уже знаю, за кого буду играть. Поэтому серебро и бронза включаем. Ставим себе в команду Ермака. Ну и пару персонажей из внешнего мира. Это у нас будет ящер со штеком. Ну, покажи мне свой урон. Ну, такой, знаете, урон пойдет. В принципе, если не в блок бить, то трех ударов должно хватать, чтобы вынести противника. Но что ни скажешь о серебре. Серебро так просто не сдастся. Хотя, нет, смотрите, как хватило. Но это Джеки была. Самый слабый, самый маложизненный, я бы сказал, персонаж. Так что, тут я не удивлен. У нее урона, правда, нету. Следующий бой против сержанта, против солдата и против Кейси. После этого команду мы заменим уже. Дальше будет проще. Угу. Пошло. Так, не бей, пожалуйста. Абасыну не бей. Так, ты. Первый, давайте попадаем себе. Да, поймал, поймал, отлично. Мне тут не важно набивать 100%, я ее все равно убиваю, потому что тут 15 косарей урона, мне 5 косарей, в принципе, хватит для того, чтобы ее вынести. Ну, это я, конечно, преувеличил, 5 может и не хватит, но 7 где-нибудь где-то так хватит точно. Потому что тут у противников, вот смотрите, а нет, у них по 8, нифига себе, что так жестко. Ладно, давайте заменим команду. Сейчас я поставлю уже Скорпиона в качестве основного бойца. Ну, и можно взять каких-нибудь бойцов из, ну вы поняли. Это будет у нас Серерию, он нам атаки добавит. Ну, и давайте возьмем Сабзиро. Почему бы, как говорится, и нет. Он нам 15% здоровью добавит, это нам не особо важно. Хотя, черт его знает, может, там в конце будут вообще жесткие, пацаны. Что-то мне кажется, так оно может и быть. Так, солдат. Больно бьешь. Ну, не больней, чем емейл. Да, господи, хватит уже ставить блоки, чуваки. Вы действительно начинаете раздражать вот этим вот. Здесь, в принципе, 12-13 тысяч наносят первый спецприем Скорпиона, поэтому вряд ли кто-то выживет на протяжении этой башни от первого спецприема. Хотя, может быть, Джакс на каких-нибудь последних стадиях и выживет. Черт его знает. 8500 пока. Максимальное количество здоровья у противника. Но это потому, что, опять же, Джеки Брикс там. Если бы там был какой-то более мощный персонаж, естественно, у него было бы гораздо больше здоровья. Это-то так, это фигня. Ни о чемная. О! Блок не поставил, сразу жизнь потерял. С тобой то же самое. Ну, смотрите-ка, она отхиливается очень даже неплохо. Так, сейчас мы... А, ну, начинается. Слава богу, не сделала добивающий. Давайте второй используем. Второй, в принципе, через блок убивает в любом случае противника. Тут потому, что один последний удар на 9000 идет. А это вообще полное здоровье персонажа всего серебряного противника. У нее там 8500 было, а я ей на 9 урона донес. Чисто последним ударом. Солдат, сержант и Кесси Кейдж. Опять персонаж нам попался тот, у которого не очень много здоровья. С самого начала. Если бы, конечно, в нее в отряде был ее отец, у нее было бы на 40% больше, чем указано. Но так как его нету, потому что здесь бронза и серебро, в том числе два бронзовых, и один только серебряный, поэтому она достаточно слабым оказывается персонажем у нас. Господи, какая ты мерзкая. Я не люблю, когда противники ставят так часто блоки. Давайте я второй спецприем использую на сержанта. Сколько урона будет от последнего удара? 18 тысяч примерно. Нормальный такой урон, да? 700 монет получаем и идем дальше. Следующий бой против сержанта, солдата и Сони Блейд. Посложнее идет следующий уровень сложности, но гораздо интереснее играть, потому что здесь нужно использовать спецприемы. Если до этого вы просто так, знаете, побеждали, чисто обычными атаками, три комбо сделал, все, победил, то здесь уже приходится использовать спецприемы. Ауч! Ага, поймал. Первый пошел, но это минус. Все, изи вин. Самая легкая победа в моей жизни. Молодец, Скорб, справился. Я в тебе и не сомневался на самом деле. Люблю боевку Скорпа. Хоть она и не идеальна, то есть он иногда бывает и удары пропускает, и блок не успевает поставить, но сама боевка сама по себе очень прикольная. И самое главное, Скорпи... эти... Скорпионы... Блин, спецприемы у него достаточно мощные. И первый, и второй. Вот это вот оглушение иногда очень помогает. Особенно если вы играете там в Войнах Фракции. Ну все, Джеки осталось. У нее нет никаких шансов выжить против первого спецприема, потому что у нее очень мало здоровья. А тут 14 тысяч урона, как ни крути. Даже если бы я ударил в блок, я бы нанес 7 тысяч урона, это бы все равно ее убило, по сути. Ну не убило, но сделало бы ей минимальное количество здоровья. Сержант, солдат и Кесси. Уже 10 тысяч здоровья у нас у Кесси. Но она опять же все еще не выживает против первого спецприема, который наносит минимум 12 тысяч урона. Ну не минимум, минимум можно заролять там, я не знаю, тысячу 8-9, когда она выживет. Но это если я вообще целиться не буду. Или наоборот буду целиться, но захочу минимальный урон нанести. У меня уже есть первый спецприем, поэтому могу добивать Кесси. Нужно только попасть ей не в блок. Но она все время ставит блоки. Ага, попалась. Я даже второй спецприем использовал. Просто потому, что он мне больше нравится. Вот этот чайный пакетик или ножницы. Я не знаю, как этот прием называется. Короче, когда снизу вот так подножку делаю двумя ногами. Это круто. 8 тысяч. Отлично, идем дальше. Следующий бой против Сони Блэйд. Солдата и Сержанта. У Сони опять же 10 тысяч урона. Ой, здоровья. Но при этом она стоит первая. Если значит она стоит первая, мне придется еще на ней набивать этот самый первый спецприем. Можно было, конечно, все время ставить на каждого своего главного персонажа молоднева, но это бы занимало слишком много времени. Мне кажется, поэтому париться не стоит поводу. Давайте я сразу ее добью, потому что, мне кажется, сейчас она меня бы ударила и сменилась бы. А это мы и не хотим давать возможность на реабилитацию, так сказать. Ну, реабилитироваться, конечно, она не реабилитируется, но может, так сказать, затянуть нам матч своими спецприемами, сменой и прочих идей. Что там у нас дальше, кто? Джеки, Сержант и Они. Это уже 11 или 12 бой? Ой, тьфу ты, 10 или 11 бой? 12-й-то точно не 12-й, так как у нас еще целых 3 энергии осталось. Ну, теперь уже 2, но было 3. А это значит, что осталось примерно 3-2 боя. Вот только 3 или 2? Так, Джеки. У тебя не очень много здоровья, так что давай ты не будешь делать вид, что ты там что-то можешь. Ну, началось вот это вот оглушение, сейчас снова комбо второй пойдет, и она почти первый спецприем накопила. Теперь Они еще выходит. Да, замечательно, который меня истощит. Угу. Сержант. Минус Сержант. Ну, и осталось чисто Джеки добить. Ну, слава богу, ты хотя бы блок не поставила. Хочешь что-то хорошо? Добиваю. Молодец. Так, 11-й бой. Солдат, Сержант и Соня Блейд. Все-таки это был 10-й. Блин, а я надеялся, что это будет 11-й. Мне показалось просто, что у меня уже просто восстановилась энергия. Ну, здесь подольше башни проходятся, конечно, на высоком уровне сложности. Это как ни крути. Так во всех испытаниях, даже в простых. Так, минус первый. Дальше у нас Соня Блейд выступает. Блин. Вот единственное, чем мне не нравится, что Скорпион очень часто не успевает ударить в ответ. Видите? Вот, допустим, сейчас. Не в ответ точнее, а после первой комбинации сделать сразу вторую. Экс, Сержант. Успеет? Смотрите, успел. Удивительно даже. Я не ожидал этого. Получаем Косарь 100. Ой, Косарь 300. И идем дальше. Сержант, Солдат и Кесси Кейдж. Это последний у нас бой. Как я понимаю. Во второй башне. Естественно. Главное Джакса случайно не выбрать в качестве своего этого бойца. До пятой башни. Так, Сержант. Минус. Дальше идет Солдат. С ней мы тоже разберемся, в принципе, на Изичах. Ну и самый серьезный противник это Кесси. Но мне кажется, она даже от первого спецприема отклеится. 13 тысяч урона более чем достаточно, чтобы вынести ей все здоровье. Молодец, Скорр. Ты справился. Получаем наши законные 32 тысячи и переходим с вами к следующей башне. А именно только серебряные персонажи. Третья башня. Х. Создаем отряд. Больше нам бронза не понадобится вообще, по сути, в игре. И возьмем себе новый отряд. А именно Ермака и пара персонажей из внешнего... Так, случайно нажал. Прошу прощения. Это у нас будет пусть Китана, допустим, ну и, естественно, Каталькан. Чтобы побольше урона было у Ермака на 15%. И он побыстрее выносил противников. Нам чисто на пару боев этой командой надо поиграть. Потом я заменю уже на отряд Кесси, потом на отряд этого какого... Кеншика. Так что все будет легко. Так, Джеки. Давай ты... Ермак, какая же у тебя несовершенная боевка. Ты после каждого комбо должен ставить блок. Вот это мне единственное, что не нравится в Ермаке. Так-то персонаж неплохой. Сейчас первый пойдет. Будем аккуратны. Все, минус. Дэн, хотел использовать первый спецприем, но... Не успел. Она все-таки очень-очень быстро атакует. Давайте первый попробуем. Сейчас-то должны попасть. Все-таки не в блок стал делать комбо движение. На второе комбо движение я бы все равно не успел сделать. Джакс Брикс, Джонни Кейдж и Джеки Брикс у нас. Противники. Последний бой. Играем за Ермака, потом меняем Тиму на отряд с Кесси. И ее родичами. То есть матери, и Соня Блейд, и отца Джонни Кейджа. Здорово, Джакс. Жирный. Блок. Снова комбо движение. Все, добиваем Джакса. Чуть быстро сдался Джакс как-то. Я думал, ты будешь поживучее. Так, не успел. Точнее, наоборот, поспешил. Джеки. А вот и на Джеки успел. Все, минус. Это победка. Молодец, Ермачевский. Ты справился, можешь гулять. А мы сейчас возьмем с вами другого бойца. Так, нажимаем создать. И выбираем себе отряд с Кесси, с Соней Блейд и с Джонни Кейджем. Где он у нас? Вот он у нас. Все, возвращаемся назад в бой. И против нас, кстати, точно такая же команда, которую мы сейчас с вами выбрали. Зеркальная битва, так сказать. Ну, они даже, смотрите, они даже полностью поставлены точно так же, как и мой отряд. Красиво, да? Зеркалочка. Ну, и минус Джонни Кейдж. Не знаю только вот почему, но почему-то вот в этом бою, да, именно в этом, у Джонни Кейджа побольше здоровья, чем у Кесси, даже несмотря на то, что она должна бафаться на плюс 40. У нее все равно почему-то меньше. Это я не знаю, как работает и почему так. Так, там же, по-моему, Джонни Кейдж тоже получает как-то бонус к здоровью. Так, это что такое? Смена бойцов, надеюсь, мне показалось. Да не, не может быть смена, потому что он неактивный, я могу сам менять. Так, ну и осталось Джонни Кейджа чисто забить. Даже спецприем не понадобится, обычным комбом мы его выносим. Молодец. 700 монет, все дела. Получаем наши 9600 дополнительные. И идем дальше. Джеки Брикс, Кесси Кейдж и Джакс Брикс. Последняя у нас будет башня против серебра, дальше уже с золотом будем драться, там будет повеселее. Здорово. Экс. Да господи, ты достала блоки ставить. Минус Джеки, дальше выходит Кесси. Нифига себе, как я ее быстро вынес. Я даже сам не заметил этого. Даже Джакса через блок хватило двумя комбинациями вынести. Почему криты, почему смертельный удар срабатывает? Это как-то странно работает. Может у меня на ней какие-то вещи, да вроде ничего не надето, странно это работает. Вроде никто из этих персонажей не добавляет смертельный удар. Может быть у меня талант какой-то на смертельный удар, шанс смертельного удара вкачан или что-то типа того. Да не, вряд ли. Хотя может быть и вкачан. Здорово, Джакс. Нифига себе, сколько урона прилетело по нему. Почти каждым ударом крит вылетает. Это жестко. Нифига себе у тебя здоровье, чувак. Может тебя даже первый спецприем не вынесет? Смотрите-ка, почти не вынес. То есть еще бы чуть-чуть и он бы выжил. Реально выжил причем. Молодец, что. Справилась. Что там, последний бой за эту тему или это был последний уже? Нет, последний бой остался. Джакс Брикс, Сонни Блейд и Джонни Кейдж. После этого мы с вами такой, как сказать, свой отряд заменим. Но другой уже. Так я только не знаю, какого мне спецназовца взять? У меня есть там хоть кто-то вообще? А, Джеки есть точно. Джеки еще вроде осталась, как видите, спецназовца. Она вместе с Кеншиком будет у меня. Джакса использовать, потому что нельзя. Так, Джонни. Давай-ка ты сразу же минус идешь. Давайте второй спецприем используем хотя бы один раз за пять боев. Просто по красоте, чтобы было. Как вы видите, Блок ей вообще не помог и не помог бы в любом случае. Давайте заменим отряд. Поставим уже последний отряд, а именно Кеншика поставим. Поставим Кудзиня. Ну и спецназовца в качестве Джеки Брикс. Ну, чисто, чтобы Кенша получил плюс 40 хп, ему это хотя особо и не нужно. Он, в принципе, бьет так, что его никто и не ударяет. Но пусть будет, как говорится. Много не мало. Спецприем 2, бла-бла-бла. В смысле, спецприем 2 недоступен, вы издеваетесь? Да, видимо, спецприем 2 недоступен. А нафига он мне нужен? Да господи, я думал я тебя убил, и поэтому использовал первый спецприем сейчас, чтобы добить второго персонажа. В итоге я ее не убил. И спецприем использовал в никуда. Ну, почему она не сдохла? Ну, серьезно, сколько я должен ее разбить? Единственный вот это минус Кенша в том, что он, когда наносит несколько ударов, он убивает только последним ударом. Это так тупо выглядит иногда. Но не только последним, у него там несколько ударов есть, которыми он ваншотит, а другими он не ваншотит. Как, собственно, большая часть персонажей. Получаем 11200 монет. Идем дальше. Кэсси, Соня Блэйд, Джонни Кейдж. Вот здесь Кэсси должна быть пожирнее, чем Джонни Кейдж. Ну, опять же, я не думаю, что намного. Мне кажется, Кенша быстро расправится с противниками. И даже не заметит, что, в принципе, там у Кэсси плюс 40% к здоровью. Кэсси плюс 40% к здоровью. Иэкс. Так, это минус сразу идет. Дальше Джонник выбегает нас. Красиво, кстати, убили ее. Да, господи, хватит уже блоки свои ставить, вы бесите. Все, второй пошел. Потому что могу. 100% 24 тысячи урона с небольшим. Но это через блок, видимо. Так бы, наверное, побольше урона это прошло, если бы блока не было. Джеки Брикс, Кэсси и Джекс Брикс. Интересно, есть еще какие-нибудь Бриксы вообще во вселенной Mortal Kombat? Или чисто Джакс и вот эта его непонятная женщина. Ребенок или сестра, фиг его знает. Так, ну Джеки вообще сразу слилась. Потому что блок не поставил, а вот Джакс уже посерьезнее будет. Потому что он ставит блоки. Но его мы тоже вынесли. Остается чисто добить Кэсси. Давайте максимальный процент. Должно хватить. 11 тысяч 300 урона. 333, если быть точным. Джакс Брикс, Джонни Кейдж и Джеки Брикс у нас противники. И Экс. Почти убили, кстати. Хоть и на самый жирный в этой команде, но мы с ним, в принципе, легко справились. Так, минус Джонник сразу же у нас идет. Но осталось забить Джеки. Я, наверное, второй просто использую. Добью ее с помощью второго спецприема. 22 тысячи урона через блок. Молодец. Косарь 400. И последний бой Кэсси. Джонни Блейд... Сонни Блейд и Джонни Кейдж. Так сказать, сильнейшая команда. Серебряная среди спецназовцев. Но не среди мастеров единоборств. Плюс спецназовцев. Сильнейший это, наверное, Джакс Брикс, Кенши и... Этот, как он называется там... Кудзинь. Это, наверное, сильнейшая серебряная команда вообще. Хотя, может быть, Джакс... Какое-нибудь вместо Джакса обычного, да, лучше пойдет Фермер. Но я не знаю. Надо прокачать его сначала до 10 уровня слияния, 60 уровня. Чтобы уже утверждать это. Так, Джонник пошел у нас. И ФПС сразу просел. Ясно. Вот это вот 90% всего успел набить. Молодец. Полтора косаря. И это был последний бой у нас. Эту башню мы тоже с вами прошли. Здесь должны уже душ дать. Да? Да, душ. Причем нормально так. 46 душ. Это очень даже достойно. А мы переходим с вами к четвертой башне. В вашем отряде должны быть только персонажи из внешнего мира. Создать. Ставим фильтр. Убираем этот фильтр. Ставим серебро. Ой, золото. И внешний мир. Золото, алмаз и внешний мир. Вот так вот. И ставим... Выбираем себе пацанчиков. Во-первых, это будет Каталькан. Ну и также я каких-нибудь двух слабеньких возьму. Пусть это будет Рептилия с Деворой. Нам чисто на пару боев, потому что они нужны всего лишь. Ну, я думаю, Каталька нас не подведет. Должен нормально надамаживать. И уже идут среди противников золотые персонажи. Только... То ли один, то ли два. Где-то так. Сейчас увидим. Мне кажется, должно быть два все-таки персонажа. Золотых. И один серебряный. Надеюсь, не наоборот. И да, оно так и есть. Два золотых, один серебро. Так, ну с тобой быстро все ясно. Так, Джеки выходит. Больно. Но не смертельно. И вот... Вот это вот. Именно вот поэтому я ненавижу этот скин. Он всегда его выбирает. А компьютер всегда выбирает этот дебильный скин. Сейчас он меня еще истощит, да? Да, он истощит. Между прочим, у меня не было первого спецприема. Он просто истощил, потому что он засранец. Он всегда так делает. Если у вас на персонаже висит оглушение, противник использует истощение. Неважно, нужно оно, не нужно. Он его всегда просто использует. Какая мерзкая команда попалась. Ну, серьезно. Мы, конечно, ее выиграли, но, блин, это было неприятно вот это вот сейчас. То, что они делали. У нас косяки из Шпанка. Соня Блэйд классическая. Еще какой-то персонаж. Ну, неважно, какой-то серебряный. Каталькану нужно еще немножко отмучиться. Еще один бой. Дальше уже Девора пойдет. Я думаю, она будет получше справляться. Хотя, черт его знает. У нее блокбрекер просто есть на первом спецприеме. Хотя, у Каталькана есть блокбрекер на первом спецприеме. Я думаю, они примерно одинаково будут посели. Просто у Девора побольше атаки. И боевка, мне кажется, у нее получше. Хотя, далеко не факт. Ну, то, что она больше урона носит, это факт. Давайте я первый использую. В принципе, добью у Соня Блэйд классическую. У нее очень много здоровья. Гораздо больше, чем у Джонни Кейджа. Лучше ее первым спецприемом забить, а не Джонни Кейджа. Джонни, он даже в ответ не сможет ударить, потому что... А вот она очень даже сможет. Еще и первый спецприем свой использует. Следующий бой. Джакс Брикс тяжелая. Блин, я должен был заменить отряд. Я его почему-то не заменил. Окей, ясно, понятно. Вот это вот я опять начал. Ну, ладно, за Каталькана еще раз сыграем. Ничего страшного. Мне за него нравится играть. Хороший персонаж. Прикольный. Многим он, кстати, почему-то не нравится. Не знаю даже почему. В принципе, персонаж-то хороший, на самом деле. Необычный. Ничего плохого я в нем, по крайней мере, вообще не вижу. Так, давайте первый пошел. Все равно придется снимать этот щит в любом случае. Экс, погнали. Все, минус Джоник. Джоник вообще был ватненький такой немножечко. Ничего нам сделать не смог. Хотя вроде и пытался. Такое ощущение, как будто он начал ударять, но почему-то что-то не пошло дальше у него. Ладно, давайте заменим отряд. Возьмем себе Китану Ассасин, Духа Ермака. Ну и вместо Властелина Каталькана возьмем себе уже Диворку. Нам этот отряд понадобится на 4 боя, так как один лишний мы за Каталькана сыграли. А дальше уже последние 5 боев мы проведем за Рептилию Кракена. Персонаж Рептилия Кракен тоже очень хороший персонаж. У него боевка приятная, плюс у меня на нем какие-то вещи на блокбрейкер стоят, поэтому противников будем еще часто блокбрейкерить. Увеличенный заряд силы. У противника, скорее всего, точно не у меня. Хотя, может у меня тоже. Так, накинули яд. Добиваем. Ну и Джакса я не буду первым спецприемом убивать, потому что, в принципе, должно и так хватить урона обычными ударами. У него не очень много здоровья, так как он серебро. Если бы был последний золотой персонаж, тогда бы, может, я использовал первый спецприем. Как-то не надо. 7 душ получаем. Вот, это уже лучше. Теперь мы получаем каждые 4 боя души, уже не золото, начиная с 4 башни. Ну, не с 4 башни, это начинается с... Сейчас скажу, с последнего боя, то есть, с 12 боя в 3 башне, вы получаете первые души. Дальше вы души получаете за каждый 4 бой, кроме 12 боя в 4 башне. За 12 бой в 4 башне вы получаете пак серебряный. Не знаю, почему так сделали. Лучше бы сделали пак по окончанию 3 башни с серебряным персонажем. А в 4 башне сделали бы просто побольше душ в конце. Было бы очень неплохо. Но они решили почему-то сделать все наоборот, и это очень странно выглядит. Ну, Джеки я не буду точно уж атаковать. С помощью спецприема. Если бы это был Кенши, я бы еще подумал. Джекс Брикс, Соня Блейд и дублер Джонни Кейдж. Шестой бой. Предпоследний. Ожидаем загрузку карты очередной. Опять этот дурацкий щит ледяной. Бесячий у меня. Ну, Джаксу это не особо помогло. Пошел дублер. Сейчас пойдет комбо дебильное. Ну, слава богу, хотя бы из всего трех ударов. О, криты пошли. По яду-то нормально проходит, да? Давайте убьем ее через щит. С помощью спецприема. Мне кажется, у нас это получится сделать. Вот это я понимаю урон. Плюс на ней еще яд как бы стоял. Она еще и теряла здоровье постепенно. Поэтому даже если бы урон был очень маленький, ее бы яд просто добил, и мы бы ее все равно убили. Ей бы только какой-нибудь отхил помог. Я не знаю. Постепенный. И то не факт. Не успел бы, скорее всего. Текс. Хай-тек Джеки. На, получай сразу в лицо. Что-то не попало по мне, смотрите-ка. Спецназ Соня Блейд выходит. Давайте против нее первый используем. Чтоб не париться с ней. А Кесси можно и обычными ударами забить. Мне так кажется. Ну, начинается. Да когда она успела, блин? Чего они такие быстрые-то все? Надо было еще раз первый использовать. Было бы быстрее. Лучше уж я использую первый спецприем, чем противник. Последний... А, подождите. Какой последний бой? Можно уже заменить отряд. Сейчас у нас будет Рифтилия Кракен. Ну и также два каких-нибудь других перса. Пусть это будет Каталькан. Пусть это будет Китана Скорбная. В бой. Почти ее, кстати, прокачал до 50-го уровня. Уже 47-й. Немножко осталось. Мне, по-моему, осталось 8 персонажей всего собрать во всей игре. И у меня будет полная коллекция. И это у нас два Джонни Кейджа, Дублер и Вип, которые почему-то мне не падают в паках за 150 душ. Это у нас один Рифтилия, по-моему, Ловки, если я не ошибаюсь. И это у нас два персонажа из... Сколько я уже назвал? Так, это троих я назвал сейчас. Плюс Великий Мастер Сав-Зиро. Это четвертый. Плюс два персонажа испытания. Это дрожь. И Афтершок, и Шинок, он какой-то там Мстительный, или как он там называет себя. 100% урон. Замечательно. И кто еще? Я кого-то еще забыл. Так, два этих, два этих, Рептилия, Сав-Зиро. Это уже шесть персонажей я назвал. Еще двоих я не назвал. А, Скорпион Инжастис, персонаж дневного испытания. И последний персонаж, которого у меня не хватает, это, если я не ошибаюсь, какой-то тоже персонаж обычный. Я не могу вспомнить, какой именно. Обычный персонаж, обычный персонаж. Кто же это такой? Кто ты, восьмой? Кто же ты, восьмой? Не помню. Не могу вспомнить. Сходу сейчас. На, получай, блин. Давайте первым спецприемом добьем Джакса. Нифига себе, и мы не добили, он еще и выжил, и первый спецприем использовал. Все потому, что блок поставил. На. Засранец. Feel my bite. С. Тысячу триста получаем, идем дальше. Джакс Брикс, джублер Джонни Кейдж, костюм Джеки Брикс. Текс, погнали. Первая бронза. Очень серебро, поэтому это хорошо. Сейчас дублер идет, сопротивление сработало. На, получай. Блин, а кого же я забыл все-таки? Не могу вспомнить никак. Так, дрожь и шинок, два. Джонни Кейджи, четыре. Рептилия и Саб-Зиро, шесть. Еще два осталось. Скорпион Инжастис, седьмой. И восьмой, кто? Кто ты, восьмой? Почему я не могу тебя вспомнить? Я что-то залип. Мне прям хочется вспомнить, но я не могу никак вспомнить. Мне настолько хочется вспомнить, что я могу сейчас вот прям зайти в подвиги, посмотреть. Там, в принципе, должно быть указано. Ну, я могу это сделать за кадром, кстати, после прохождения этой башни. И сказать вам, что это за персонаж. Я, наверное, так и сделаю. Просто мне очень интересно. А вспомнить что-то у меня никак не получается, хоть я и пытаюсь. Так, минус ты. Дальше выходит Джонни Коходи. Охотник. Джонни Охотник на нежить, господи. Давайте, кстати, Соню вторым ударим спецприемом, потому что могу. Правда, я половину промажу. Нет, смотрите-ка, не промазал ни одним ударом. Удивительно даже. Первый пошел. Неприятно, но ладно. На нем замедление, кстати, было на ней. Несмотря на это, она все равно успела использовать спецприем быстрее, чем я ударил ее. Хай-Тек, Джеки Брикс, Кэсси Кейдж и Соня Блейд спецназ. Ну давай, грузись. Отлично. Уменьшенный заряд силы меня это не особо беспокоит. Первый пошел, добиваем первого персонажа. Не знаю, зачем я нас Джеки Брикс использовал. Но это хай-тек была, Джеки Брикс, не серебряная, поэтому можно. Ну давайте ее добьем, она точно не выживет против первого, даже если блок поставит. Потому что это все-таки серебряный персонаж, как-никак. Ну и четвертая башня у нас позади. Справились мы с вами с ней. Достаточно просто, кстати, это было. Получаем персонажа. Я надеюсь, что это будет персонаж за 9000. Мне очень давно не падали персы за 9000. Так, это бесполезная для меня карта. Это бесполезная для меня карта. И это у меня Кудзинь. Опять же, 4800 всего. Обида. Ну ладно, последняя башня у нас осталась. Сейчас я только посмотрю, что же это за последний таинственный восьмой персонаж. И мы с вами продолжим. Продолжаем. Я, кстати, посмотрел, что это за персонаж. Вспомнил, наконец-то. Это Каталькан, бог крови. У меня есть бог солнца, но я забыл совсем, что у меня нет бога крови. У нас последняя башня. Давайте я уберу все фильтры. Они нам больше не понадобятся. И по атаке сортируем. Джакс Брикс обязательно должен быть в команде. Это мы знаем. Так что первым делом Кенша поставим. Дальше Джакса. Вот он у нас, серебряный Джакс. Ну и какого-нибудь персонажа левого, золотого или бронзого, или алмазного надо поставить. Ну, алмазный у меня сильный достаточно, поэтому поставлю вот золотого перса. Чисто на три боя. Надеюсь, когда мы будем с вами открывать спаки, да, на персонажей, нам выпадет все-таки, как его называется-то, те персонажи, которых у меня нет. Потому что, когда я открывал последний раз, мне в основном одни повторки падали. Но за один анпакинг, как минимум, один персонаж новый падал. Допустим, та же вот Ассасин Китана мне выпала. Достаточно уникальный персонаж, который редко выпадает из того пака. Мне еще хочется и остальных выбить. Так, минус дублер. Очень жирные, кстати, противники. Удивительно даже. Сейчас она сменится, смотрите. Нет, смотрите-ка, не сменилось. Сейчас будет больно, истощение силы, замедление. Сейчас первый пойдет. Да-да-да, вот это вот, блин. Мерзкая команда, мерзкая очень. Давайте я второй использую, потому что могу. Он оглушение накинет на нее, сейчас не убьет вообще. Нет, не убил, но оглушение накинуло, этого достаточно, чтобы добить. Последняя башня уже, видно, будет не такой простой, потому что я помню, какие там персонажи у противника. Та же вот эта вот Джонни, не Джонни, а как ее, Соня Блейд, классическая, тоже очень мерзкий персонаж. Если, конечно, она успевает набить себе первый спецприем, или там, я не знаю, второй, или просто успевает, не знаю, там, прожить. У нее еще здоровья очень много, она жирная. Ну вот, Джакс тоже жирный, кстати, попался. Смертельный удар сработал тем временем. Ну а, ну начинается. Хорошо, что у меня сопротивление сработало. Хоть что-то в этом мире справедливо. Первый пошел, я не буду с ними мусолить вот это вот, я просто буду их выносить сейчас первыми спецприемами, и тебя я тоже первым ударю. Правда, ты успеешь заблокировать, да. Смотрите-ка, всего 14 тысяч, и всего половина урона, то есть у него получается почти 30 косарей здоровья, и это охренеть можно. Первый. Нет, тебе блок не поможет, это уж точно. Изи. Раскатано, как тесто. Дальше, последний бой для этой команды, костюм Джеки Брикс, спецагент Кесси Китч и Джакс Брикс. Это тяжелое вооружение. Но самые бесячие эти бои, конечно же, с Сони Блейд, Холодная война, там мы не можем вообще практически использовать спецприемы, потому что они малоэффективны, получаются. Ну, слава богу, не синий костюм она на этот раз выбрала, а тут бесит все время, выбирает синих костюмов. Господи, какая ты живучая, это мерзкая. Дальше, Джакс Брикс, его мы первым вынесем, и Соньку тоже, но не Соньку, а Кесси. О, спасибо, что не поставила блок, это всегда хорошо, потому что тогда мы тебя со 100% вероятностью убиваем. Ну, он примерно 30 тысяч урона и наносит, если криты не срабатывают, да. У противника примерно столько и здоровья. Порядка 24 тысяч. 26, 23, 23. Это по здоровью у противника, а мы возьмем себе новый отряд. Это будет у нас Кун Лао Фукус со шляпой, Джакс Брикс тяжелое вооружение. Ну, естественно, основной боец у нас будет Ермак. Надеюсь, в этот раз, Ермак, ты сыграешь лучше, чем в прошлый, потому что в прошлый он сыграл, на самом деле, не очень хорошо. Но на этот раз мы постараемся вовремя ставить блоки, вовремя атаковать противников, использовать спецприемы, чтобы у нас было легче играть. Итак, первый матч. О, блок не поставил, уже хорошо. Вот сейчас поставил. Так, блок. Добиваем тяжелое вооружение Джакса. Дальше пошел первый спецприем. Не знаю, успеет поставить блок противник. Не успел, значит, вынесли. Сейчас блок ставим. И первый снова пошел. Идеальный матч в этот раз получилось. Вот так вот примерно надо играть за форованные Ермака в среднем. То есть вовремя ставить блоки, вовремя атаковать, вовремя делать обычные удары. Там, если противник заблокировал, сразу же блокироваться в ответ и так далее и тому подобное. Джаксбрикс, тяжелое вооружение, спецназ Соня Блейд и Джонни Кейдж. По-моему, вип, не дублер. Это хорошо. Дублер мне не нравится. Враг восстанавливается. Не особо пугает на самом деле. Хотя нет, пугает на самом деле. Давайте я все-таки добью Джакса, потому что он один из самых жирных. Нет, это все-таки дублер. Мне показалось, что это випа. Это оказывается все-таки дублер. Вот, смотри, сейчас блок не поставил, за что я получил. Я, правда, специально блок не поставил. Я хотел, чтобы она меня ударила, не знаю уж зачем. И экс. Не используй только первый, чувак. И мы с тобой договоримся. Я, надеюсь, добью его. Да, добью. В принципе, урона хватает, чтобы через блок завалить противника. Это победка. Тысяча монет получаем и идем дальше. Это второй или третий матч был за Ирма Каекса? Чего-то не посмотрел. 20 душ. Это всегда приятно. 11 тысяч. Итого. Нет, это был второй бой. Джеки Брикс Кибер, спецагент Кэсси Кейдж и противная Соня Блэйд. Холодная война. Поэтому сейчас мы будем страдать. Будем пытаться пробить этот дурацкий щит. Спецприемы у нас неэффективны. И придется выносить противников обычными ударами. Ну, здорово, Джеки. О, не поставила блок. Это хорошо. Лишний урон никогда не лишний. Блок. Эх, последний удар не заблокировал. Она еще и убежала. Давайте первый спецприем используем. В чем мы его мариновать будем, эти спецприемы. Так хотя бы вынесем блоки противнику. Снова первый пошел. Почему бы нет? Он даже немного урона наносит. Не особо много. Всем капельку, но тем не менее. Так, добьем Кэсси Кейдж, спецагента. Дальше выходит холодная война с Униблей. Сейчас она меня ударит, скорее всего. Нет, смотри. Нет, ударит все-таки. Еще и второй спецприем использует. Вообще охренело. Ну, она мне больше дала силы, чем забрала, кстати. Это забавно. Откуда у тебя броня-то осталась? Я думал, я тебе ее сбил. Как больно-то, блин. Это сейчас не сарказм. Серьезно. Смотрите, она ему, достаточно не сильному персонажу, донесла, в принципе, достаточно ощутимый урон. Ну, тем не менее, за Эрмака мы справились. Сейчас уже Шао Кана выберем. За Шао Кана будет еще проще. А там дальше за Эрона еще проще и так далее и тому подобное. Давайте соберем себе команду. Это у нас Шао Кан. Дальше я хотел бы себе выбрать какого-нибудь дополнительного персонажа. Это будет Джеки Брикскибер. Ну и, естественно, этот, как его? Джакса надо взять. Где-то он... Сколько у него? 11 тысяч атаки? Где-то так, да. 11 тысяч атаки. Так что выбираем его. Все в бой. Очень часто, кстати, выпадает из паков за 150 душ Куан Чи Чернокнижник. По сути, эксклюзивный персонаж, который... Странно, что выпадает оттуда. Потому что он продается еще и в отдельном наборе вместе с Джакс Бриксом Призраком и Саб-Зиро Призраком. Я не знаю, кстати, а Джакс Брикс Призрак и Саб-Зиро Призрак вообще падают из пака за 150 душ. Я вот это не знаю, не видел, чтобы они падали ни разу. И, видимо, их только там можно добыть. Так что 850 душ, это как бы такое. Но все равно достаточно выгодно покупать. Вы за 850 душ получаете трех очень мощных персонажей уже в команде, можно сказать, готовой. Так, это минус. Но и остается Соню Блэйд классическую добить. Да блин, да ты офидела, что ли? Серьезно? Я специально подождал, чтобы она ударила. Она не ударяет, но я думаю, ладно, я тогда ударю сейчас ее. Она в итоге потом меня ударила, вообще бордела. Так, ладно, давайте второй спецприем пошел. Просто потому что она меня взбесила, я захотел использовать на нее не первый, а второй спецприем. Молодец, Шао. А мы идем дальше. Следующий бой Джеки Брикс костюм, спецагент Кесси Кейш, тяжелое вооружение Джакс Брикс. Пожалуйста, Кесси, не выбирай синий наряд, тебе он не нужен, этот костюм. Саб-Зиро он отстой. Я тебе сразу говорю, нет, я боюсь просто ее. Там просто, знаете, дурацкое истощение, вот эти вот, во-первых, истощение, во-вторых, аура истощения, в-третьих, спецприем заморозку кидает. Это все вместе, это так неприятно на самом деле. Ну и она, конечно же, этот костюм выбрала, еще сейчас меня ударяет первая. Давайте я ее попробую поймать, отлично поймал. Все, доигралась, доигралась. Дальше Джакс идет. Блин, не успел нажать на первый, первее чем он ударил, но все равно не в блок попал на спецприем, а это значит, что все удалось. Шалость удалась. Ну и все, и минус Кесси. Не знаю, что она там завафлила, не стала меня бить в ответ, у нее был такой шанс. Могла бы еще первый спецприем использовать, но она решила сдастся. Я ее за это не виню, я ее согласен, мне даже легче. И последний бой, он остался за Шао, против Джакса Брикса, тяжелое вооружение, еще там кто-то там был. По-моему, Соня Блэйд классическая и еще этот, как его. Блин, не помню. Нет, это была Джеки Брикс Хайтек и Джонни Кейдж Охотник Нанежий. Ну, тоже нормально. Так, минус первый. Шлем Шао Кана дает нам одно дополнительное деление на шкале силы. Поэтому мы с вами начинаем обычно с первого спецприема. Так, первый пошел, поймали его, это хорошо. Добиваем. Ну, и осталось Хайтек Джеки Брикс забить. У нее, кстати, первым истощение. Сейчас бы не получить истощение. Так, поймал, отлично. Она бы сейчас просто истощила меня, поэтому я ловлю противников вот на молоте гнева. То есть, они начинают ударять, и я сразу же использую спецприем. Эту реакцию просто надо иметь небольшую, совсем немножко, чтобы успевать это делать. И все будет нормально. Ну что, сейчас сменю отряд и вернусь к вам. А, магия монтажа. Кисси Кейдж, Панк, спецназ Соня Блейд и дублер Джонни Кейдж у нас поступают над противниками. Должно быть изи. Единственное, что надо Панка как можно быстрее вынести, чтобы она не доставляла особых проблем нам. Она же первым стоит, я надеюсь. Не вторым, не третьим. Да, первым, отлично. Вот, пошли персонажи, которые нормально дамагают. Так, нет, не убегай, ну пожалуйста, не убегай. Да блин, вот еще и Джонника выбрала. У меня, благо, сопротивление глушению сработало. Так, промазал первым спецприемом, к сожалению. Но это не страшно сейчас, я просто ее добью. Так, выходит она, блок ставим. Сейчас пойдет первый спецприем. Не знаю, что он так долго вафлил. Пошел снова первый. Супер медленное убийство. Ложкой. Ладно, что у нас дальше. Получаем, во-первых, 26 душ. Это приятно. И следующий бой. Джеки Брикс Кибер, спецагент Кесси Кейт. Кейдж, Холодная война, Соня Блэйд. Неприятная команда из баб вот этих состоющих. Хай-тек Джеки Брикс разве что достаточно посредственные, а все остальные, ну, неприятные. Хотя у нее на первом есть истощающий прием, поэтому это еще как посмотреть, что она простой персонаж вроде бы. Кажется, что простой, но со своими приколами. А, это не хай-тек, это Кибер. Тогда вообще не страшно. Кибер, она в первом спецприеме ничего такого особенного не делает. Только второй у нее поджигает и истощает, но это она никогда в жизни его не накопит. Давайте первый спецприем здесь используем. Просто, чтобы сбить и щит. Блокбрейкер. Так, пошел от нее. Первый сейчас сменится, скорее всего. Да, так оно и есть. Просто урон на первом спецприеме. Вот меня не пугает. Минус Кибер. Дальше выходит Холодная Война. Давайте второй используем. Посмотрим, сколько урона он нанесет через блок и через щит. Вот просто посмотрите, пол хп снес все равно, несмотря даже на ледяной щит Сони Блэйд. Это было круто. Потому что у него криты каждым выстрелом идут и увеличенный урон у каждого выстрела. Молодец, Эрн, справился. Это второй был бой. Да, это был второй бой. Джакс Брикс тяжелое вооружение. Вип Джонни Кейдж, это важно. И Джеки Брикс костюм. Достаточно, кстати, высокого уровня слияния у меня уже Джеки Брикс костюм. Сколько у нее там получается? 24 или 26 тысяч атаки. Это очень прилично. Конечно, сейчас Соня ее обгонит, но она тоже неплохая. Такс. Больно. Но терпимо. О, это оранжевый. Повезло. Ух ты, видели, как я ее поймал на ее ударе? То есть я во время ее же комбо ее прервал комбо. Вот это жестко было. Первый пошел, добиваем. Ну и осталось чисто тяжелое вооружение Джекса Брикса. Он еще и блок не поставил, но это значит, что автоматически уже погибает. Победка. Косарь 700 получаем. И у нас осталось последней командой сыграть. Последние три боя, включая бой с боссом. Это мы поставим Мелину Хищную. Это мы поставим три Барга Сайрокса. И это мы поставим также себе следующего Джекса Брикса алмазного. Где он у нас? Вот он у нас. Классика. Сильнейший из моих... Да, блин, зачем я сюда нажал? Сильнейший из моих Джекса Бриксов. И у нас Джекс Брикс тяжелое вооружение. Охотник на нежить Джонни Кейдж и хай-тек Джеки Брикс выступают в качестве соперников. Но я думаю, они нам ничего особенно сделать не смогут. Там нет вот этой вот Сони Блейд с ледяными щитами, поэтому должно быть все язично. К тому же у нас Сайрокс Триборг имеет достаточно высокую атаку. Мне кажется, он обычными ударами будет легко справляться с противником. Видите? Обычная комбо и все, и противник умер, по сути. Хотя этот Джекс, он должен иметь большие запасы здоровья. Так, больно. Неприятно, но ладно. Первый. Не знаю зачем, просто чтобы был. Так, отпусти блок. Тебе он не нужен. Молодец. Так, остался последний бой. Давайте, кстати, посмотрим на статистике персонажей противника, именно на статистике здоровья. Сколько здоровья примерно у противников на 14-м бою? 30! 34! 21! Ни хрена себе! Особенно у Сони Блейд классической. Вы просто видели ее статы? 34 косаря здоровья. Плюс еще там 19 косарей атаки. Это офигеть сколько? Очень сложное испытание, по сути, для новичков. Наверное, одно из самых сложных испытаний, которые есть вообще. Потому что что-то я не могу припомнить еще одно испытание, где бы были, ну, такие высокие показатели здоровья и атаки у противников. Так, отпусти блок, пожалуйста. И не убегай. Самое главное, не убегай. Отлично добили. Дублер выскакивает. Блин, оглушение сработало. Хотя могло бы и не сработать, потому что у меня сопротивление. Высокий шанс на сопротивление есть. Так, но это не страшно. Отстощение меня не особо пугает. Ну и босс, так сказать, с 34-мяка здоровья. Пошел первый неприятный спецприем. Костяной щит срабатывает у нас. Давайте ее вторым добьем. Просто потому что красиво. Правда, не очень красиво попал. Не попал. Молодец, молодец. Хватит бы хвалиться. Мы приступаем у нас в последний матч. Я думаю, противника будет примерно 260 косарей здоровья. У нее 200. Ну, 200 тоже очень много. Соня Блайдского ваткап может заставить противника сменить бойца. При этом он теряет всю свою силу. Это жесткое достаточно испытание. Но я думаю, мы легко с ним с вами справимся. Я вот думаю, только на второй спецприем копить. Или избавиться от противника с помощью первого спецприема. Но если я первый... В первый спецприем он не добивает. Он только оглушает. Естественно, мне тогда сменят персонажа. Поэтому я постараюсь накопить на второй спецприем. И добить ее с помощью второго спецприема сразу же. Просто с одного удара. Блин, она сменила еще и всю силу мне забрала. Вот это неприятная тема была сейчас. Опять же сменила еще раз. Теперь на Джакса уже. Ну, мы ее даже обычными ударами, в принципе, выносим достаточно просто. И смотрите, кстати. Хочется обратить ваше внимание на... То, что Сайрекс не потерял всю свою силу. Давайте второй пошел. Потому что он читер. Потому что у него стоит броня, которая дает сопротивление и истощению. Какое-то нам определенное. 40% или что-то вроде того. И оно сработало. То есть противник не истощил нас. Несмотря даже на то, что это был босс. И как бы он должен был истощить. Ну, победка, что я могу сказать. Получаем тактический жилет. К сожалению, он у меня уже прокачан до 10 уровня слияния. Ну и самое главное, ради чего мы собрались. Это карточка для Комбат Кап Сони Блейд. Из 23к атаки и 47к здоровья она превращается в... 26 косарей атаки и 55 косарей здоровья. Ну что ж, на этом мы будем заканчивать. Большое спасибо, что посмотрели. Мы прошли с вами испытания на Сони Блейд с Комбат Кап на высоком уровне сложности. А на этом с вами был Ник. Удачи, до скорой встречи. Еще увидимся. Пока-пока. Продолжение следует...